Всем большой привет, друзья! Я очень рада, что вы подключились к этому видео, потому что сегодня я хочу вам показать долгожданные обновки. Некоторые вещи у меня сохранились еще с весны, с ранней весны, но я думаю, их также можно очень хорошо интегрировать именно и на летнюю погоду, если у нас пасмурно, если у нас дождь. Что ж, не буду больше задерживать это видео и поехали! Ну и по традиции мы, конечно же, начнем с того, что сегодня на мне надето, а именно речь идет у нас об этом розовом жакете. Я буду здесь внизу поглядывать еще на свой экран, чтобы я была в фокусе, и этот жакет у меня из Zara. Сегодня, кстати, друзья, хочу оговориться в начале этого видео, я буду показывать различные покупки из Zara, H&M, также Shein. Я знаю, что в России эти бренды прикрыли свои лавочки, я надеюсь, что это не навсегда, но все же меня смотрят также девчонки из Европы, из тех стран, где эти магазины еще работают, поэтому я это все покажу. Ну а также, может быть, в целом вам просто для вдохновения, для, может быть, того или иного образа. Что ж, продолжим дальше с жакетом. Он у меня из Zara, как я уже сказала, под видео я оставлю все ссылки, а также свои размеры, как обычно. И, насколько вы меня знаете, обычно жакеты и вообще все верха я заказываю себе пообъемнее и побольше. Именно те, которые я знаю, должны быть немножко повоздушнее. Если речь идет, например, о вот таких топах, то, конечно же, я их заказываю по своему размеру. Это у меня размер М, и этот жакет слегка приталенный, но, опять же, он не сидит прямо в облипку. И размер М сел просто идеально, даже в плечах, можно сказать. Тут, ну, может быть, на сантиметр он отступает, что меня нисколько не смущает, потому что, вы знаете, мне нравится такой образ oversize. И он сел просто отлично. Я очень много от вас получила комплиментов именно в инстаграме, когда была в нем просто все, всем жутко он понравился. Ну и он действительно просто освежает весь образ. Даже посмотрите, вот с таким топом, скажем, с голубыми джинсами, черный ремень. И все, образ уже смотрится очень красиво, необыденно и как-то вот просто разбавляет всю нашу повседневку. Я его уже носила, и мне он тоже безумно очень нравится. Также на мне надеты джинсы, которые я показывала вам в инстаграм. Кто за мной там следит, знает, что я часто снимаю рилсы с идеями тех или иных образов. Может быть, на какое-то торжество или мероприятие, просто как идея, может быть, или что-то на повседневку. А также я снимаю такие мини-холлы и изары. Я делала два штуки. И вот эти джинсы я вам тоже показывала там, но в том рилсе я решила, что я не буду их оставлять. И хотела отправить их обратно, но затем как-то все-таки передумала. Также от вас получила много комплиментов. Многие девочки удивились и сказали, почему ты их хочешь отсылать назад, когда они на тебе хорошо сидят. И я так к ним пригляделась. И с ремнем, в принципе, они сели отлично. Просто в талии они мне немножко были широковаты. Но с ремнем смотрится все отлично. Плюс есть немножечко воздуха, если вы пойдете куда-нибудь в ресторан и покушаете чего-то. В общем, все классно смотрится. Это джинсы-клеш. Они не сидят в обтяжку, то есть у них не стрейчевая ткань. И они с разрезами внизу. И что мне очень понравилось, что это выглядит достаточно свежо. Сейчас вообще такой тренд именно с какими-то разрезиками внизу, либо спереди, либо по краям. Обязательно к такому образу нужно надевать что-то такое очень классное в качестве обуви. Ну, как классное, да? Вы можете надеть свои самые любимые лодочки, скажем, или какие-нибудь самые классные кроссовки, которые вам больше всего нравятся. Потому что за счет этого разреза у вас открывается больше обувь. Она не скрывается, несмотря на то, что джинсы длинные. И именно как бы все внимание опять же падает еще раз на обувь. Подчеркивается при помощи джинс ваша обувь. Вот так я бы это сказала. Оставила их и ношу их с огромным удовольствием. Данный кроп-топ я вам также показывала уже, как здесь на YouTube, так и в Instagram. Он не из актуальной коллекции. Это, по-моему, зимняя коллекция была. Вот такой вот асимметричный топ. Мне он очень понравился. Тоже ношу его частенько. И комбинируется он тоже со многими вещами. Он из Zara у меня. Что ж, переходим уже здесь вот к этой вешалке. Здесь вы можете заметить что-то розовое, что-то голубое, что-то зеленое. Но, скажу честно, вот именно в такой весенний-летний период меня вот действительно потянуло именно на розовые и зеленые оттенки. Я уже с прошлого года, знаете, так тащилась немножко по зеленым цветам. В этом году это продолжается у меня. Плюс прибавилось чуть больше розовых вещей. Но давайте, наверное, по порядку. Вот эти юбка-шорты из эко-кожи я приобрела еще зимой. Мне они безумно понравились тем, что вы их можете, несмотря на то, что они такие короткие, можете спокойно надевать и не переживать, что у вас эта юбка будет задираться, или что вы там где-то сядете ногу на ногу, и что у вас что-то будет сверкать. Я вообще обожаю такой вот вариант юбок-шорт, потому что вы чувствуете себя более уверенно. Я люблю комбинировать эту юбку с какими-то рубахами. Опять же, вот с этим вот кроп-топом и с жакетом. Будет тоже очень классно смотреться. Со свитшотом. В инстаграме я вам показывала уже несколько вариантов, как можно скомбинировать эту юбку. К сожалению, коллекция, опять же, прошлая, и мне кажется, ее уже нет. Вот именно прям такой в точности ее, к сожалению, нет. Но мы движемся дальше и не унываем, потому что мы переходим к следующей юбке с шортом. Это, опять же, та же техника, тот же крой практически, да. Это шортики, хотя спереди кажется, что это юбка. Очень-очень красивого, такого прям неоново-розового цвета. Опять же, из Zara. И это актуальная коллекция, друзья. Вы прямо сейчас же можете отправиться на их сайт или даже в стационарный магазин, потому что их я купила именно офлайн. Я их померила, и они мне безумно понравились. Имеются в различных оттенках. В общем, советую девчонке обязательно обратить внимание. Очень смотрится, опять же, свежо. С кроссовками, то есть что-то на низком ходу, с какими-то босоножками. Или же, опять же, на каких-нибудь шпильках, скажем так, с жакетом, с рубахой, с футболкой. То есть вот эти шорты вы можете обыгрывать всяко-разно. Либо вы что-то подбираете на повседневку, опять же, но вот такое вот яркое пятнышко в вашем аутфите присутствует. Да, именно на лето очень свежо. Ну или же вы что-то подбираете элегантное, и тогда вы можете собрать без проблем образ на вечер. И мы движемся дальше. Хочу вам сейчас показать свой заказ из SHEIN. Да, друзья, я очень давно там ничего не заказывала. Но иногда нет-нет, мне поступали запросы. Вика, покажи что-нибудь с SHEIN. И я подумала, почему бы и нет. Все-таки хотелось мне посмотреть на качество одежды. Думала, может быть, я найду там что-то интересненькое, что-то подходящее. Скажу в целом, SHEIN как был SHEIN, так и остался. Да, качество некоторых вещей оставляет действительно, желает лучшего. Если вы хотите что-то за очень маленькие деньги, то, конечно же, вы можете заказать себе там. Ну и плюс вы можете нарваться все-таки на очень даже неплохие вещи. Вот, но начнем вот с этого топа. Да, это перед у меня. Я, опять же, все ссылки оставлю под видео. Посмотрите, по оттенку он практически сливается с моим жакетом. Этот топ нужно носить вот так крест-накрест, то есть лямочки. Мне понравился он именно там на сайте на модели. Как смотрелось, там были, опять же, различные оттенки. Меня, опять же, потянуло к розовому. Сам топ неплохой, сказала бы я, но он просвечивает. Его я комбинировала, опять же, в рилсах, показывала вам как вариант. Но там я ставила еще под этот топ чашечки от моего спортивного бра, потому что этот топ невероятно просвечивает, что меня расстроило. Знаете, я не стесняюсь, если, например, моя грудь будет как-то выделяться именно в плане рельефа, да, то есть меня это вообще никак не парит. Но если ткань именно прозрачная и именно начинает грудь просвечиваться, то это уже не мой вариант. И поэтому я чувствую себя уже здесь дискомфортно. Если бы здесь были какие-то чашечки, но, опять же, знаете, я не приветствую здесь надевать какой-то лиф, потому что он будет сразу же выделяться. А под такой тонкой тканью выделяющийся лиф смотрится, ну, просто как-то дешево, знаете. Прям вообще все сразу удешевляется и смотрится некрасиво просто-напросто. Если сюда пришить какие-то чашечки, которые не будут выделяться, которые бесшовные, то да, можно замечательно носить. То есть в рилсе вы видели, как это выглядело примерно, но, опять же, я их вставила просто на пару секунд. Если я буду двигаться, то, конечно, они будут съезжать. Поэтому, друзья, здесь уже решать вам, хотите вы этого или нет. Далее это зеленая рубаха. Чем она меня привлекла? Это ее ткань. Посмотрите, это, вау, на камере она выглядит просто какой-то травяной. Очень-очень яркий зеленый оттенок. На самом деле, вживую это более глубокий зеленый цвет, не такой вот прям какой-то, да, цвета травы. Это больше какая-то елочка, я бы сказала. Но вот камера решила передать ее прям со всей резкостью. Эта рубаха, опять же, из муслиновой ткани, и это мне и понравилось. Потому что вещи из муслиновой ткани сейчас также очень актуальны. Они очень комфортны в носке, потому что сама ткань достаточно приятная. И не даром мы используем муслиновую ткань для каких-нибудь пеленочек или одежды для наших бебиков маленьких. В то же время в ней, в принципе, не жарко, потому что она достаточно продуваемая. Смотрится тоже очень классно. Если вы хотите, знаете, такой более расслабленный какой-то аутфит, опять же, с джинсовыми шортами, с простыми какими-то шортами бермуда, или же с джинсами, с брюками, смотрится тоже очень классно. Единственный момент, я заказала ее специально на два размера больше. Это размер L. И вот сейчас я ее прогладила, друзья, и она смотрится уже более-менее хорошо. Но когда она мне пришла, я посмотрела на нее и подумала, ну вообще не то, друзья. Вот просто какая-то куцая тряпка, знаете. Сейчас на плечиках разглаженная уже окей. Еще такой момент. Посмотрите, здесь вот эти выточки должны вообще-то находиться здесь посередине. Но почему-то на щейн сшили эти выточки здесь сбоку, тоже ни к селу, ни к городу. Либо они прошивали и просто, знаете, здесь нечаянно у них съежилась ткань, и они так это прошили. Либо это выточки, которые сдвинулись куда-то вбок под лопатку, я не знаю. Но, тем не менее, в размере L эта рубаха оказалась достаточно длинной, достаточно объемной. Как я уже сказала, проглаженная вообще классно. Рукава длинноватые, но обычно я подворачиваю рукава. В общем, как вариант, раз уж я ее заказала, то я думаю, я буду ее носить. В каких-то аутфитах ее можно скомбинировать, опять же. Но прям советовать вам на 100% я бы ее не стала. Помимо этого на щейн я заказала еще несколько топов для своих моделей. Да, те, кто за мной следят, опять же, те знают, что я крашу периодически модели, выставляю это на свой аккаунт со своими работами в Инстаграм. И, знаете, для такого перевоплощения, для девчонок я заказала несколько топов, знаете, чтобы вот просто были, если девчонки с собой ничего не берут. Хотя обычно мы договариваемся заранее, чтобы они с собой что-то взяли из их вещей. Ну вот, скажем, для какого-то образа, может быть, или если я уже что-то определенное представляю, то я девчонкам иногда предлагаю что-то из своего. И специально для такой нужды я заказала несколько топов. Я с вашего разрешения покажу топы без плечиков. Посмотрите, первый топ вот из такой тянущейся стрейчевой ткани. Это полиэстер. Знаете, в ней тепло достаточно, потому что в ней кожа не дышит. Я сама их разочек померила, посмотрела приблизительно, как это смотрится. Ткань слегка просвечивает, но, опять же, уже не критично, как, например, с розовым топом. То есть, под низ, если вы наденете какое-то нижнее бесшовное белье, то будет смотреться хорошо. Вот. Ну и для образов, а также может быть просто с джинсиками, почему бы и нет. Вообще, на моделях именно на сайте смотрелось очень даже неплохо. Следующий кроп-топ, опять же, из полиэстера, который стоил, опять же, копейки. Смотрится таким вот образом тоже. Знаете, когда вы его надеваете, выглядит достаточно неплохо. Вот особенно, знаете, для какой-то видеосъемки или для фото. Смотрится прям классно. Опять же, там были разные оттенки. Я вот заказала в голубом, знаете, пыталась заказать несколько разных цветов, чтобы, если мы будем как-то экспериментировать с различными тенями по цветам, то и чтобы наша одежда примерно подходила. Вот этот топ, друзья, вы у меня уже видели в моем видео, кстати, и также в Инстаграм. Мне понравился он, что это, ну, вот такая вот сеточка, прозрачная ткань, которая сейчас актуальна. Плюс для тематических образов каких-то очень классно подойдет. Или на Валентина в день, знаете, вот что-то такое приблизительно. Я думаю, с этим топом можно придумать классные какие-то образы. Смотрится тоже неплохо. Ну, и сейчас у нас пошла романтика. Данный топ я уже надевала на одну модель свою. Вот, смотрится таким образом даже очень нежно. Почему бы и нет? Опять же, с джинсиками, посмотрите, как вариант. Ну, и по качеству, кстати, я должна сказать, вот этот топ тоже мне понравился. Это топ резинка, он растягивается хорошо. Здесь нежные рукава. Проработка, в принципе, тоже неплохая. И, опять же, для каких-то образов надеть на модельку смотрится тоже очень красиво. И последний топ, который я заказала вот в таком красивом нежно-розовом оттенке. Такие вот красивые нежные прозрачные рукава. Опять же, какая-то такая вот супер нежно-романтическая тематика. Очень классно смотрится. Да и даже вот так просто с джинсиками, посмотрите. Мне кажется, идеальный вариант за небольшую цену. Вот именно вот эти вот несколько топов мне понравились. Понравились. Следующий топ, который я хочу вам показать, это был подарок. Это был подарок от моей модели. Она сама его связала. И я вам сказала еще в инстаграм, что я обязательно его вам покажу. Вообще, топы, вязанные крючком, сейчас очень актуальны. Если вы заглянете в Mango, там, или в H&M, или в Zara, то вы определенно найдете какие-то вязанные топики. И она связала мне топ. И посмотрите, в каком оттенке. В супер красивом зеленом оттенке. Это neck holder, то есть его вы завязываете здесь на шее. И, в принципе, у вас открытые плечи и полуоткрытая спина. Она здесь приедела еще вот такие вот кисточки. Но она сказала, если тебе не нравится, ты можешь их убрать. В общем, как тебе нравится. Это просто как вариант. И, друзья, я его померила. Смотрится очень классно. Вы знаете, на лето, на пляж или даже в город с какими-то джинсами будет просто отлично смотреться. Он слегка просвечивает, но у меня есть специальные наклеечки на грудь. И с ними все смотрится супер просто. Спасибо еще раз огромное тебе за подарок. Я безумно довольна. Это просто невероятное признание лично для меня, когда девчонки приезжают с подарками, когда они просто супер открытые, супер добрые. И я безумно этому благодарна, что у меня такая замечательная публика. Спасибо вам всем еще раз огромное. На этом моменте мы переходим уже обратно к магазинам по типу Zara и H&M. У меня здесь еще лежит один топ. И этот топ я уже несколько раз надевала. Его я заказывала еще в начале весны или в конце зимы, может быть, даже. И мне кажется, его, к сожалению, опять уже нет онлайн. Может быть, где-то в стационарных магазинах вы что-то подобное и найдете. Но, опять же, я не обещаю. Это long sleeve. Невероятно нежная ткань. Очень-очень тоненькая, приятная к телу. Я под низ обычно надеваю либо какой-нибудь бра, либо какой-нибудь укороченный топ, чтобы слишком не просвечивалось у меня здесь ничего. Потому что сама ткань прозрачная. Носила с широкими брюками, носила с джинсами. Смотрелось все замечательно. То есть, можно в любой момент, если вы не знаете, какой верх надеть, как вариант, вот такая вот классическая бежевая нежнятина подойдет всегда. Что ж, теперь мы будем двигаться уже по моей вешалке. И следующее, что у меня здесь висит, это голубая рубаха. Эту голубую рубаху я приобрела еще... Ой, она у меня уже грязновата. Ее нужно бросать уже в стирочку, потому что ношу я ее действительно часто и с огромным удовольствием. Это oversize рубаха. Она у меня размера S, друзья. Но вы посмотрите, какая она широкая. Она действительно очень длинная. Я ее заказывала еще зимой. Хотела вам ее обязательно показать, потому что ее можно, в принципе, в любое время года скомбинировать с чем-либо. Обычная база, но мы все знаем, что подобные базы можно внедрить практически в любой гардероб. И голубой цвет смотрится тоже невероятно свежо. Я надевала, например, эту рубаху с белой футболкой и с кожаными черными брюками. Смотрелось тоже очень классно. Опять же, с какими-то джинсами можно это скомбинировать, с какими-то широкими брюками и с кроп-топом, например. Смотрится всегда очень-очень классно, красиво, элегантно. И еще одна сатиновая рубаха-блуза. У меня, опять же, из H&M, как и предыдущая. Смотрите, у нее даже еще ценник висит, хотя она у меня имеется уже давно. Если честно, я надела ее только один раз для Reels в Instagram, но потом как-то у меня не было даже повода как-то ее надеть. Не знаю, почему. Вот что-то не получалось у меня, но, по сути, мне она действительно очень понравилась. Именно на весну, знаете, мне понравился этот нежный, зеленый, пастельный оттенок. Опять же, с какими-то джинсами или, может быть, просто с брюками палацу, заправив ее в брюки, с кожаными брюками или с кожаными леггинсами, как я, например, это комбинировала. Сама рубаха Oversize, это размер S, друзья, и она длинная. И я вам где-нибудь тут вставлю, как я ее комбинировала в Reels, ну и вообще примеры вам буду здесь вставлять периодически. Мне она действительно очень нравится, и я думаю, она у них там до сих пор имеется. Следующая рубаха, вы заметили, рубах у меня сегодня немало, но все же у меня из актуальной коллекции из Zara. Это размер M, это Крой Oversize, но я хотела ее прям такую пообъемнее, поэтому еще взяла ее на один размерчик побольше. Но я думаю, если вы возьмете S, то она тоже будет, в принципе, сидеть на вас нормально. Я просто взяла с запасом на тот случай, если она вдруг сядет, если я ее постираю. Рубаха, как вы можете заметить, невероятного неонового зеленого цвета. Именно он меня-то и подкупил. Это хлопок, смотрится замечательно. Комбинировала уже и показывала вариант вам в Инстаграме, как можно ее носить. Очень мне нравится, друзья. Ну, больше добавить здесь, наверное, нечего. Разбавит просто любой скучный образ. Платье, которое я не раздумывая оставила, когда пришел заказ из Zara. Сатиновое платье с невероятно красивой секси спиной, друзья. И я, опять же, показывала это в Reels, поэтому обязательно советую вам подписаться на меня в Инстаграм, потому что я там все в первую очередь показываю и в основном оставляю даже все ссылки в историях. Поэтому те девочки, кто за мной следит, те уже все эти вещи практически видели. Это платье Макси идет практически по щиколотку. Замечательно просто смотрится, что мне понравилось, что оно село именно на мою маленькую грудь, потому что это тоже такой момент, что здесь надо всегда именно правильные вещи подбирать и смотреть, чтобы это либо еще больше не сплющивало, потому что такое тоже бывает, хотя сплющивать там у меня практически нечего. Либо же слишком много объема в груди, что это тоже смотрится некрасиво. Это же платье село прям просто идеально. Смотрится очень красиво, сексуально, опять же, на вечер. Или же вы можете обыграть это платье тем, что вы наденете сверху белую рубашку, вы наденете сюда кроссовки, и это будет смотреться тоже как обыкновенный повседневный образ. Если вам нравятся такие варианты, то это что-то для вас смотрится невероятно. Маленькое черное платьице, которого у меня не было, и я подумала, что нужно это как-то решить. Я заказала его, опять же, из Сазары. Это размер у меня М, друзья. Они слегка маломерят. Я вообще ношу размер С, всегда либо С, либо европейский 36-й. М село идеально. Оно идет по фигуре, в обтяжку, вообще ничего особенного в нем нет. Но, опять же, его можно скомбинировать с любыми жакетами любого цвета, с любыми какими-то рубахами, какими-то, может быть, даже худи сверху надеть. Получится как мини-юбка у вас с кроссовками. Просто обыкновенное классическое черное маленькое платье, которое комбинируется, в принципе, всегда. Вот этот полосатый красавчик Polo я заказала в H&M. Это у меня размер С, но он достаточно широкий, объемный, что мне понравилось. И, опять же, вы видели его у меня в Инстаграме. Замечательно просто смотрится. Полоска в этом сезоне актуальна. Я, опять же, пригляделась именно к зеленой полосочке, хотя там были, по-моему, и красный, и черный, и синий, если не ошибаюсь. Ну, вот зеленая, это прям мое-мое на данный сезон. И смотрится, смотрите, тоже очень классно. Такой верх будет сочетаться с очень многими низами, в основном, но, опять же, с такими более сдержанными, потому что сама полоска достаточно активная и яркая. Но будет разбавлять ваш образ, опять же, если вы не хотите надевать просто простая футболка и джинсы, да. Хочется, ну, чего-нибудь такого другого, новенького, что ли, на повседневку, вообще без проблем. Движемся дальше, друзья. Наш зеленый цвет нас не покидает. И я хочу вам показать, но мне кажется, это уже последний зеленый цвет, который я вам хотела показать. Это боди, друзья. Если вы знаете разноцветные боди в Zara, то вы, скорее всего, знаете тоже такой нюанс, что в основном они просвечивают. У меня имеются как черные, так и коричневые боди из Zara. Они не просвечивают, потому что это темная ткань и все смотрится достаточно хорошо. Я надеваю их без лифа. И, опять же, как я уже говорила, меня не смущает то, что у меня, может быть, будет выделяться как-то грудь. Но самое главное, они не прозрачные. Остальные же оттенки боди из Zara прозрачные. Я этого не хотела, и поэтому я увидела вот этот боди из H&M. Он из спортивного отделения, и поэтому здесь у него уже вставлены подкладочки специальные для груди. То есть он идет здесь такой двойной и на резинке. И я подумала, это же отличный вариант. Там имеется такое же боди и в розовом оттенке, но, к сожалению, оно было распродано. Может быть, я даже бы заказала и его, но все-таки я не хотела проходить мимо. Заказала зеленый цвет, сел отлично, ничего не просвечивает, смотрится очень эффектно. И, друзья, посмотрите, опять же, с голубыми джинсами. Why not? Просто идеальный вариант. Поэтому, друзья, вот такой лайфхак вам на заметку. Посмотрите, вот что-то подобное из спортивной секции. Будет просто идеально сидеть, ничего не будет просвечивать, и все будет вам хорошо держать. Данные брюки, которые я заказала на сайте Naked, вам тоже всем очень понравились. Их я заказывала еще в январе или в начале февраля. Широкие брюки в пол, палаццо. Это полиэстер, вискоза и даже какая-то часть эластана, поэтому они слегка тянутся у нас. Серые брюки, знаете, это, опять же, классика. Не только черные или какие-то бежевые, но вот и серые. С серыми тоже можно миллион составить аутфитов. С голубым смотрится очень красиво, с белым, с черным, с какими-то даже, может быть, бежевыми вот такими вот историями тоже смотрится замечательно. Друзья, единственный момент, эти брюки я заказала себе в 36-м размере, в моем размере, который я ношу. Но на талии они мне были широкие, поэтому мне их мама ушила, поэтому они сейчас сидят на мне как влитые. Да, может быть, на вас сядет все отлично, без всяческих проблем. По качеству идеальный, просто могу всем только посоветовать. Очень классные друзья, и я их тоже ношу часто и с большим удовольствием. Следующий костюм у меня из Zara, и его я вам демонстрировала также уже в инстаграме, в Zara Hall, который я снимала как-то давненько. И вот этот костюмчик вы можете, кстати, как топ, так и юбку купить по отдельности, но я захотела взять именно комплектом. Можно носить как вместе, можно комбинировать по отдельности, то есть юбку с какой-нибудь футболкой или с каким-нибудь другим топом, или с рубашкой. Так же, как и вот этот топ, посмотрите, с какой замечательной, красивой, открытой спиной. Можно надеть, опять же, просто с джинсами, с какими-то брюками, может быть, с какой-то юбкой. А вот эта юбочка имеет сборки по краям, а также на попе. Если у вас попа небольшая, да, скажем такая, склоняется больше к плоской, то вот именно вот такие вот сборочки придадут вам чуть больше объема, и она будет смотреться у вас намного аппетитнее, я бы сказала. Смотрится все очень классно, красиво, мне прям понравилось. Единственный момент, что этот топ слегка просвечивает, но опять же, с какими-то наклеечками все будет вообще замечательно смотреться. Мне безумно нравится этот костюм. Правда, еще его ни разу никуда не надевала, ждала вот именно погоды потеплее, и я думаю, скоро-скоро можно будет это уже дело комбинировать. Я все дальше движусь по своей вешалке, но этот конец вы уже не видите, но там еще осталось несколько вещей. Следующая бежевая, обыкновенная, я бы сказала, классическая базовая рубашка у меня из Zara. Взяла ее просто, чтобы разнообразить свою летнюю верхнюю одежду. Я вам уже не раз говорила, что летом именно я люблю использовать рубахи в качестве верхней одежды. Когда на улице еще не так, скажем, тепло или жарко, ну или же такая более пасмурная погода, но все же в какой-то кожной куртке или в какой-то ветровке уже как-то ты начинаешь преть, жарко становится и так далее. Поэтому на помощь приходят именно рубахи. Пусть это будет белая рубаха, пусть это будет голубая рубаха или зеленая рубаха. Это все в основном база. Если вы не хотите чего-то супер яркого, как, например, вот такая зеленая, вы надеваете черный топ или белый топ, джинсы, и поверх вот такая вот бежевая рубаха, подкатываете рукава. Смотрится все очень собрано, стильненько, красивенько на каждый день. Просто замечательно. Эта рубаха у меня в размере M, да, и вот так. Так, движемся к футболочкам. Футболка у меня это из H&M. Я очень надеюсь, что она там еще имеется. Она потому что была уже на скидках, и это был знак того, что скоро ее уберут из сортимента. Размер S, Oversize Kroy. Мне прям очень понравилось. Знаете, здесь какая-то гоночная машина. Мне напоминает какие-то немножко конец 90-х, начало 2000-х, или когда мы были детьми, у нас были такие футболки. И иногда вот прям хочется как-то окунуться в эту атмосферу и снова надеть что-то вот такое. И я считаю, что это смотрится тоже очень круто. Просто с джинсиками, с шортиками какими-то, знаете, даже с теми же велосипедками. Почувствовать себя такой девчонкой с детства. И да, или даже просто вот дома ее надевать. Смотрится тоже очень классно, свежо. Мне прям понравилось. Мы сейчас подошли к вещам, которые чуть потеплее, но все же я решила их показать вам и в моем летнем холле. Потому что их также можно, в принципе, комбинировать и надевать прохладным летом. Этот жакет у меня из Mango. Это размер S, кстати, да, потому что он сам по своему кровью был оверсайз. Я заказывала два размера, и вот S как-то мне даже больше понравилось, как она на мне сидела, чем M. Это шерстяной жакет. Надевала его уже несколько раз. Мне понравилась здесь вот такая вот, я бы сказала бы, уже даже классическая клетка. Знаете, здесь такие проходят горчичного цвета прошивы, что вот делает этот жакет таким именно... Не знаю, напоминает мне какую-то классику, прям такую более строгую, знаете. И вместо, опять же, какой-то куртки, скажем, если вы хотите что-то более такое солидное, более собранное, потому что все жакеты сразу же собирают образ, то вот как вариант. Мне тоже очень нравится. Мне кажется, они сейчас на скидках, вот, надеюсь, что там еще имеются какие-то размеры. Обязательно ссылочку вам оставлю под видео. И еще одна вещь из Mango. У меня вот эта дутая жилетка. Я ее купила еще зимой, когда она была на скидках. То есть зимой она уже была на распродаже. Мне кажется, сейчас ее, к сожалению, нет уже в продаже. Я постараюсь ее поискать, но, опять же, не могу вам обещать. Очень классная, очень теплая. Это у меня размер S. Одно время я не могла сообразить, когда нужно надеть именно вот такую подобную жилетку. Потому что вроде бы на улице холодно, тогда ты надеваешь куртку. Если жарко, то ты ее уже, в принципе, снимаешь. Зачем тебе жилетка? Но, опять же, в такие вот прохладные моменты, прохладное лето или весну или осень, именно, знаете, вот этот вот переходящий момент смотрится невероятно красиво, стильно. И, опять же, в ней вам тепло. Вы можете надеть к ней либо какую-то футболку, либо лонгслив. В целом она вас будет держать очень классно в тепле. Опять же, с джинсами, с какими-то брюками. Я ее уже вам показывала где. Все правильно, в Инстаграме, в Reels. Вот, и вам она тоже очень понравилась. Вот эта футболка из H&M всегда собирает множество вопросов. Я не знаю, мне казалось, что она достаточно такая, ну, простая, да, скажем. Ничего здесь особенного нет. Но она действительно смотрится невероятно как-то стильно, интересно. И я получаю много вопросов, где я ее приобрела. Это, опять же, H&M, как я сказала, размер S. И это Oversize. То есть она сама по себе уже идет такого широкого кроя. Я ее комбинировала и с юбкой из кожзама, с таким змеиным принтом смотрелась очень классно. Также и с джинсами, и с брюками ее комбинировала. Здесь еще небольшая надпись, такая наклеенная, знаете, написано Лос-Анджелес, что-то там еще. Плюс мне понравился вот этот вот воротничок. Он не слишком вытянутый, а прямо здесь по горлышку идет, что можно еще надеть какие-нибудь либо цепочки. Ну и плюс сама ткань, она более плотная. То есть это не на жаркое лето, а опять же, когда на улице чуть попрохладнее, может быть, какие-то тучки. И тогда вы в ней не замерзнете точно. Несколько пар брюк и джинс хочу вам еще показать. Эти джинсы у меня из Zara. Это обыкновенные классические джинсы. Клеш. Они идут вот прям по классике в обтяжку на попе и бедрах. И расширяются к концу без каких-либо потертостей, без каких-либо, ну, может быть, за исключением вот этих минимальных. Но мне кажется, на камере они выглядят чуть резче, чем в реальной жизни. Они не такие прямо стертые. Без каких-либо рваных коленок или чего-то еще. Вот такая вот классическая классика. Классическая классика масло-масляное. Да, смотрятся классно. Они на высокой талии. И вот с какими топами я вот сейчас вам здесь показала это. Вот со всеми этими топами и рубахами можно скомбинировать эти джинсы. Следующие брюки. Брюки молочного цвета со стрелками. Широкие, в пол, на завышенной талии. Все, как я люблю. Они у меня из Zara, друзья. У них там несколько оттенков этих брюк, что мне очень понравилось. И вы можете выбрать на свой вкус. И именно вот этот крой, вот именно эта модель села на меня идеально. У меня имеются еще такие же брюки такого зеленоватого цвета. Я заказывала их еще зимой, показывала вам также. И вот сейчас в точности такой же модели заказала себе брюки молочного цвета. Опять же, на весну, на лето, когда хочется уже чего-то более светлого, чего-то такого более свежего, приятного, кремового что ли. И смотрится тоже просто замечательно. Хоть на высоком ходу, хоть на низком ходу, элегантно что-то или спортшик, смотрится просто идеально, как по мне. Поэтому тоже была очень удачная покупка. Ну и с последнего, что мне пришло буквально на днях, это джинсы. Подобную модель вы видели у меня уже из предыдущих сезонов. Это широкие джинсы на завышенной талии. У меня они имеются в белом цвете и также вот в таком вот сине-голубом. Эти джинсы я себе заказала именно с дырочками на коленках. Рваные джинсы в моде, но опять же, чтобы не вся нога у вас была, именно штанина была разодрана. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Просто по такой вот актуальности, если вы за этим наблюдаете. Вот. Но рваные коленки это актуальный момент в данном сезоне, ни много ни мало. Комбинируется, опять же, под любой образ. Хоть сюда можно надеть, хоть, опять же, с каким-нибудь топом другого плана, с рубахой какой-нибудь или с блузой, может быть. Или вот с этим полу тоже будет замечательно выглядеть. Поэтому вот просто для разнообразия на повседневку, опять же, такие джинсы. И мы подошли уже практически к концу нашего видео. Я очень рада, что вы досмотрели до этого момента. Хочу вам сейчас показать две пары обуви, а также кое-что из аксессуаров. Первая пара обуви у меня из Zara. И они мне пришли в заказе именно с предыдущими джинсами, которые я вам показала. Меня они просто покорили вообще своей колодкой, вообще своим видом, каблуком. Колодка действительно очень удобная, то есть в ней нога не устает. Здесь нет такого высокого взъема, и поэтому ножке здесь достаточно удобно. Вначале я думала над тем, что, скорее всего, вот эти ремешочки могут мне как-то надавливать и тереть. Но, друзья, опять же, я надела это все как-то, знаете, приобрело свою форму, подрастянулось. Я надеюсь, что они сильно не расхлябаются, такой вот момент. Но в целом все село очень хорошо, ничего нигде не передавливало, знаете, что я не могла там уже ходить, чтобы все врезалось. Смотрится на ножке, конечно же, просто идеально, миленько. И вот такие вот именно босоножки, знаете, чтобы не шпилечка, а вот такой устойчивый широкий каблук, можно надеть даже на повседневку. Даже вот в этот вот образ, смотрите, даже этот жакет, топ и джинсы, вот эти вот босоножки, все, у вас уже все замечательно смотрится, и у вас уже такой более элегантный вечерний образ. И следующие босоножки, которые меня просто покорили, с сайта Naked. Смотрится, друзья, очень-очень классно на ноге. У них уже такая вот шпилечка, тоненький каблучок, но заметьте, он невысокий. Напоминает, что это какой-то kitten hill, смотрится очень классно. И невероятно удобно сидят на ноге. Опять же, ничто не трет, ничто не надавливает, по крайней мере, пока я ходила в них дома. То есть не было ощущения, что сейчас какой-то шнурочек из них мне отрежет палец, друзья. Поэтому мне прям очень понравилось. Опять же, шнуровочка красиво, так сексуально зашнуровывается на ноге. С любыми джинсами, посмотрите, к этому образу бы тоже идеально все подходило. Просто я без ума. Еще один нюанс этих босоножек в том, что, смотрите, у них квадратный мыс. Так же, как и у черных босоножек из Zara. И вот это вот меня очень сильно-то и подкупило. Смотрится невероятно классно и стильно. Ну и последнее из аксессуаров, что я вам хотела показать, это серьги. Одни у меня сейчас надеты на мне. Выглядят как донаты. Смотрится очень классно, вкусно. Хочется прям так надкусить. По-моему, на сайте было написано, что они из глины. И вот на них приклеены еще такие разноцветные камушки, стразики, которые красиво переливаются, если на них падает солнце. Они у меня имеются еще также в комплекте. Точнее, были еще одна пара чуть побольше уже такого лавандового цвета. Смотрится невероятно классно. И тоже вписываются в любой образ. Иногда, знаете, даже не хочется, скажем, как-то ярко вырежаться. Да, опять же, все такое basic, все в таких более приглушенных оттенках. Но когда вы надеваете, скажем, какие-то аксессуары, немножечко более яркие, то, опять же, весь образ ваш обыгрывается. Ну и еще один аксессуар, который я приобрела себе еще зимой. Это ремень от Yves Saint Laurent. Я позволила себе, приобрела что-то такое более стоящее, более дорогое. Это та вещь, которую я, наверное, буду носить, не знаю, на протяжении нескольких веков. И буду передавать своим детям по наследству. Но мне действительно очень нравится, как он смотрится. Знаете, что нет здесь какой-то огромной бляхи. Все очень минималистично. Вписывается в любой образ. И вот даже вот как-то его еще раз приподнимает. Ну что ж, друзья, на этом наше видео заканчивается. Я очень рада, что вы посмотрели его до конца, до этого момента. Я надеюсь, без перемоток. Ну и, конечно же, я надеюсь, что я смогла вас как-то вдохновить. Может быть, навеять на вас какое-то новое чувство, красиво наряжаться, что-то как-то экспериментировать и приобретать такие яркие вещи. И буду надеяться, что мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моем следующем видео. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok